Добро пожаловать на WatchMojo, и сегодня мы обсудим топ-10 неожиданных сюжетных поворотов, спасших плохие фильмы. В этой подборке мы собрали фильмы, которые критики или фанаты считали не особо интересными, если бы не сюрприз в последнюю минуту. И, конечно же, берегитесь спойлеров, а нашего телеграм-канала не берегитесь, подписывайтесь. Ну уже смелее, ссылка в описании. Номер 10. Келвин и Дэвид приземляются. Живое. Живое слишком похож на другие фильмы про инопланетян, чтобы быть оригинальным. Сюжет рассказывает о виде, который медленно уничтожает космический экипаж. И в довольно посредственной форме персонажи придумывают способ остановить инопланетянина Келвина. В финале создается впечатление, что Миранда Норд сбежала, а Дэвид Джордан пожертвовал собой, чтобы не дать Келвину добраться до Земли. В конце эта предсказуемая история принимает грандиозный оборот, ведь именно капсула Миранды сбилась с курса, а Дэвид достиг Земли с Келвином. Это меняет фильм на 180 градусов и оставляет нас с леденящим душу осознанием, что человечество может быть обречено. Мертвая тишина Джейми Эшен пытается придумать, как избавить семью от проклятия, а призрак-черевовещателя Мэри Шоу хочет положить конец его родословной. Мертвая тишина медленно продвигается к финалу и тратит много времени на то, чтобы показать, как герой потерян и сбит с толку. История Джейми запутана и обманчива, ведь он считает, что победил Мэри, когда уничтожил последнюю куклу. Но в последние моменты он осознает, что сбился с пути. Его отец оказался куклой, которой управляет его жена, одержимая Мэри. Джейми некуда бежать, и он в ужасе узнает, что это все было спланировано от начала до конца. Пускай злодейка побеждает, ее стиль заслуживает похвалы. Номер восемь. Настоящая реальность Рэми. Потрошители. Сюжет фильма расскажет о потрошителях из будущего, которое возвращают биомеханические органы. Попытки главного героя Рэми спастись от похитителей сердца скатываются в предсказуемую погоню. История достигает клишированного хэппи-энда, но глюк возвращает все к реальности. Выяснилось, что травма Рэми в какой-то момент вызвала серьезное повреждение мозга, и все, что он видит, является частью симуляции. Рэми и его пассия еле живы, и хэппи-энд существует только в голове. Это разбивает обычные стереотипы боевиков в пользу мрачного и реалистичного финала. Он неоднозначный и заставляет задуматься. Номер 7. Азазель вселился в кота. Падший. В этом мистическом хорроре детектив Хоббс и Джонси выслеживают демона Азазеля, который вселяется в людей и надеется вызвать глобальную катастрофу. Но все быстро сдувается, ведь переселения Азазелю надоедают, а больше ничего не происходит. Падший кажется слишком запутанным для фильма ужасов, но это дает место для гениально простого твиста, который никто не ожидал. Хоббс отравляет себя в уединенной хижине перед вселением Азазеля, чтобы демон застрял навсегда. Ты уже не пиваешь? Да, я не пиваю. Ты знаешь, почему? Потому что сигареты убивают. Особенно сигареты латят с пузырьмами. Ну а Азазель ломает четвертую стену и издевается над тем, что, мол, хороший парень победит. Демон вселяется в кошку, чтобы вернуться в цивилизацию. Этот интеллектуальный поворот доказывает, что дьявол кроется в деталях. Номер шесть. Месснер выступает против ФБР. Козырные тузы. Агентам ФБР Месснеру и Корутерсу поручено сохранить жизнь стукача по кличке Тузы от босса мафии Спарацци. Засилье персонажей очень путает сюжет, который идет по кругу, но кульминация – это большой поворот. Выясняется, что ФБР работает с мафией, ведь Спарацци не только сам информатор, но и отец Эйса, которого ФБР передает в рамках своей сделки. Месснер разочарован тем, что коррумпированная деятельность ФБР привела к такому количеству смертей и отключил Эйса с Аспарацци, что разрушает все планы. После такой возни с сюжетом, морально приемлемый финал резко контрастирует со всем показанным насилием. Номер пять. Судный день все равно наступает. Терминатор 3. Восстание машин. Было очевидно, что эта часть будет копировать формат двух предыдущих. Терминатор 3 идет по этому шаблону, а главный герой теперь защищает взрослого Джона Коннора от другого продвинутого Терминатора Скайнета. Сюжет вертится вокруг классического самопожертвования Терминатора, но в финале происходит необычный поворот, какого еще не было во франшизе. Оказывается, судный день невозможно предотвратить, как все считали, а Скайнет уже запустил ядерные бомбы и всемирную резню. Джон, что он говорит? День оценки. День оценки мира. Сегодня, три часа от этого. Терминатор 3 вызывает у зрителя ложное чувство безопасности и оставляет фанатов в шоке, ведь угрозы мрачного будущего сбываются. Номер четыре. Правда об Илае. Книга Илая. В этом фильме Илай пытается скрыть последнюю библию от главаря бандитов, жаждущих хранящихся в ней знаний. Эта антиутопия похожа на популярного безумного Макса, но так сильно зависит от тайны главного героя, что за происходящим становится просто утомительно смотреть. Но в конце становится ясно, что Илай скрывал еще большую тайну. Библия написана шрифтом Брайля, а это значит, что он еще и был слепым. Не дав никаких очевидных подсказок, Твист закидывает главного героя в более широкий контекст и завершается вдохновляющим посланием. Путешествие Илая было духовным, и это в раз меняет мрачную перспективу. Номер 3. Истинная природа Эстер. Дитя тьмы. Этот психологический хоррор разворачивается вокруг усыновления ребенка и неких связанных инцидентов. Фильм очень шаблонный, с очевидными намеками на то, что Эстер – Дитя тьмы. Все идет к тому, чтобы выставить виноватой Эстер, и раскрытие ее истинной природы происходит из ниоткуда. Оказывается, Эстер – взрослая женщина, изображающая ребенка, и все происходящее было намеренной задумкой убийцы, а не ребенка. Твист нагнетает жуткое чувство ужаса, к которому так стремился сюжет. Это делает фильм пригодным к пересмотру. Интересно вернуться назад и найти разгадку по подсказкам с самого начала. Номер 2. Все идет по кругу. Пункт назначения 5. Фильмы «Пункт назначения» никогда не пользовались особой популярностью у критиков, главным образом потому, что в сюжетных линиях было мало сюрпризов. Пятая часть использует ту же схему – безуспешные попытки очередной группы сбежать от смерти. И все заканчивается довольно предсказуемо. Выжившие планируют улететь на самолете и отпраздновать победу. Но оказывается, что они сели на рейс из первого фильма. И все, что произошло, было спланировано смертью и вело к этому моменту. Самолет разбился, а сюжет франшизы замкнулся, как этакий символический круг жизни и смерти. А прежде чем мы продолжим, обязательно подпишитесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Номер 1. За всем стоял Доктор Гордон. Пила 3D. Седьмой фильм потерял все фишки и вдумчивость предыдущих частей. Но вот пила 3D – настоящий кровавый фестиваль, который полностью полагается на ловушки. По сюжету фильма, Марк Хоффман просто убивает всех на своем пути, а затем из мести убивает жену конструктора Джилл. Но загадочный Доктор Гордон нападает на Хоффмана и не дает ему сбежать. Выясняется, что все это время Тодд был тайным сообщником пилы. А это означает, что он приложил руку ко всему, что происходило. Это сводит все линии воедино, и вот это тот самый долгожданный огромный поворот. А вы согласны с нашей подборкой? Дайте знать в комментариях, загляните к нам в телегу и зацените другие ролики на канале. И не забывайте ставить лайки и подписываться на WatchMojo, чтобы не пропустить свежие видео. Они уже на подходе! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok